Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете сезон в Локомотиве? Это было самое главное. Но если реально оценивать, мы заняли, наверное, то место, которое мы заслуживаем. Те команды, которые на сегодняшний момент впереди нас, они были сильнее. Они были сильнее. Тяжелый, сложный сезон был. Очень хорошо провел в этом сезоне Алиев практически весь сезон. И, в принципе, гол плюс пас он стал игроком номер один. Было много забитых, красивых. Голову забил 14 мячей и 8 передач. 22 результативных действия, которые его вывели на первое место. Ну, вот так, наверное, оцениваем сезон. А вот такой вопрос. Как вы относитесь к женщинам в футболе? Я отношусь очень хорошо. Во-первых, футбол стал определенным стилем жизни. Особенно молодые девчонки, которые с своими ребятами идут на футбол. Их достаточно много. Тем более, что сейчас стадионы становятся все лучше и лучше. Куда можно прийти не только футбол смотреть, а в общем определенный досуг провести. Я отношусь очень положительно. А на высшем уровне в руководстве, как, например, президент клуба, например, Фольдерс Морозов? Ну, мы давайте не будем касаться этой темы. Эта тема уже, она для меня закрыта, поэтому о ней больше говорить не будем. А если бы вас пригласили в какой-то клуб, где президентом тоже была бы женщина, вы бы еще раз подумали? Ну, сложно сказать. Тренер – это такая профессия, которая... Не знаешь, какова ситуация будет завтра. Нужно всегда думать, когда куда-то идешь. Сейчас появились слухи, и даже можно слухи, что 23-го числа вас будут официально представлять как главного тренера «Динамо». Наверное, пережить события мы не будем. Мы действительно встречаемся с Игорем Михайловичем в ближайшее время. Мы должны обязательно поговорить, найти общий язык, в чем я не сомневаюсь. Вот. Но после этого президент примет решение, в том числе и я. Но мы еще не встречались по окончании сезона. По окончании сезона ни когда у меня закончился, ни когда закончился сезон «Динамо Киев». Долго будете думать над предложением, если Игорь Михайлович вам предложит? Нет, долго не буду думать, потому что, во-первых, одно из самых таких важных моментов, то, что в «Динамо Киев» соблюдается традиция. Традиции, такие заложенные и Валерий Васильевичем Лобановским, традиции болельщиков, в высшей степени профессионально организованный клуб, которым руководит президент, который хорошо знает этот предмет. Меня в свое время очень-очень хорошо приняли болельщики. Я им за это благодарен. Поэтому я с большим удовольствием приму это предложение, если оно последует. А вот если у вас последует это предложение, вы кого бы хотели видеть в своем тренерском штабе? Может быть, Сергей Ильич? Давайте, мы не будем опережать события. Я одно могу сказать всегда. Футбольный клуб с большими традициями. И в большей степени там должны работать люди, которые для этого клуба многое сделали. «Динамо Киев» очень много. Ребят, которые создавали традиции, создавали победы. И поэтому, так как они работали до этого, я думаю, правильнее будет, если они будут продолжать. Вы имеете в виду Алия Галужина? Ну, я имею в виду всех ребят, которые были. Но уже тренер по физподготовке Пин Калени уже сейчас находится, работает в «Динамо». Ну, Пин Калени такая фигура, которая, она очень важная. И в целом, он дает определенные направления этой работе. И я думаю, что будет неплохо, если Пин Калени, так как он до этого работал, работал в «Динамо Киеве», у него многому можно научиться. Все равно Пин Калени уедет через год, через два. Останется свой кто-то, свой, который должен у него сегодня поучиться. И мне очень нравится. Например, я считаю, что такая ситуация была в «Локомотиве», когда Пин Калени работал. И вместе с ним работал Олег Пашинин. Олег Пашинин уже, на мой взгляд, стал одним из таких лучших специалистов по физподготовке в России. И он сейчас может работать в любой команде самостоятельно. Я думаю, такая идея, она присутствовала в «Динамо Киеве» раньше, когда работал Винченце. Ну, наверное, ее нужно развивать дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова